Лето – пора больших ремонтов в образовательных учреждениях. Во всех школах без исключения идет подготовка к началу учебного года. Меняют окна, красят и штукатурят стены, ремонтируют крыши. Но в некоторых учреждениях идет очень серьезный ремонт, практически стройка. И именно эти образовательные учреждения находятся на особом контроле у городской администрации. Ход работы инспектируют еженедельно. Вчера глава города Николай Йодин и начальник управления образованием Юлия Лыжина вновь посетили самые большие стройки. Это восьмая и десятая школы, а также девятнадцатый детский сад. В восьмой школе уже практически все готово к покраске фасада. А вот в самом здании ремонт в самом разгаре. Большое внимание в том числе уделяют ремонту аудитории, где разместят центр «Точка роста». Открыться она должна 1 сентября. «Мебель заказана. Миша готова сейчас. Мы встраивали мебель до заказа». «Точка роста» – это федеральный проект, который мы реализуем на территории города. Согласно заключенному контракту, к 20 августа будут завершены все ремонтные работы в помещениях школы номер 8, а к 25 августа будет поставлено все оборудование, установлено». В детском саду номер 19 сейчас идет благоустройство территории. Готовятся места для планирования детских участков и мини-стадиона. Малые архитектурные формы для участков практически все уже заказаны. Однако предстоит еще серьезная работа по отделке фасада. На территории десятой школы большая стройка тоже развернулась во дворе. Здесь к первому сентября должен появиться современный стадион, какого еще нет ни у одной городской школы. Чтобы ученики с комфортом занимались спортом. Рабочим сегодня приходится трудиться практически без выходных. «Ремонтные работы идут и, естественно, как любой ремонт, в процессе этих работ выявляются дополнительные проблемы, выплывают незапланированные работы и мероприятия. Мы стараемся оперативно решить все эти проблемы с подрядчиками и, в общем-то, нам удается это делать. Поэтому работаем, работаем активно, оперативно и в соответствии с планом». К первому сентября все работы большие и малые должны быть завершены. И новый учебный год дети начнут в подготовленных и обновленных классах.